Вы сегодня встречались с президентом Латвийской Республики? Да, встречались. Он какое на вас впечатление произвел на расстоянии вытянутой руки? Очень спокойное. Знаете, такие спокойные люди у нас встречаются нечасто, особенно в политике они не встречаются, потому что у украинцев совершенно другой темперамент. И что у нас не встречается категорически, это присутствие верховной власти людей со столь высокими официальными доходами. То есть я не могла себе представить, что у нас президент с пенсией 8 тысяч долларов. Да если бы у нас такие доходы были, то и отношение бы к политикам было другое. У наших госслужащих доходы совершенно маленькие, поэтому это дает повод избирателю всегда подозревать в них какие-то коррупционные действия, незаконные действия, сравнивать стоимость галстуков, машин, часов, обуви, костюмов с их зарплатами возникают вопросы. Они же их не берут, допустим, в костюмерной президентской администрации Верховного Совета. Они же их, видимо, покупают. А у вас есть костюмерная? Нету, конечно. А, я уже думаю, мало ли, Украина удивительная страна, там все совсем не так, как в Латвии. Ну, не совсем не так, много похожего. Но президент Берзенч в Латвийской Республике, это скорее исключение, а не правило, потому что пенсию он заработал, работая на очень высокооплачиваемой должности в банковском секторе. Такие зарплаты получают, ну, единицы, и даже не столько в Латвии, в Балтийском регионе единицы. То есть это исключение. Остальные все-таки более бедные и менее, ну, обеспеченные люди. Вы знаете, тут, вот как для нас, исключение не то, что он получал высокую зарплату, а то, что он платил с нее высокие налоги и заработал себе на высокую пенсию. Он сегодня, кстати, об этом нам говорила, я его спрашивала об этом. То есть вы хорошо подготовились к интервью. Вопрос о пенсии. Мне было интересно, да. Его очень сильно критикуют за эту высокую пенсию, такой, знаете, полусоветской завистью, что ли, нашей. Это тоже очень живо в латвийском обществе. Да, он, кстати, так агрессивно немножко отреагировал на этот вопрос. Почему вы считаете, что это мой минус? Я говорю, а почему вы считаете, что я считаю, что это ваш минус? Я наоборот считаю, что это ваш плюс, потому что человек с высокими доходами, приходя во власть, он, видимо, не будет воровать, а будет работать на благо страны. Но при этом я понимаю, что у нашего президента и у вашего президента несколько разные полномочия. Да, это правда. Потому что у нас же все-таки президентская парламентская республика. А у нас совсем парламентская. А тут парламентская, да. И у нас выбирают президента народа у вас парламентская.